Дай почитать. У Иннокентия Анинского, помните, «Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты, я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты». Совсем недавно мы говорили о любопытной, какой-то светлой, звонкой книге редакции Елены Шубиной «Москва. Место встречи». А теперь это же издательство выпустило книгу «В Питере жить», совсем не похожую на предыдущую. И не случайно есть особое понятие – петербургский текст. Ведь, согласитесь, и ментальность, и воздух в столицах отличаются друг от друга. Это не книга-путеводитель, это сборник рассказов известных писателей, актеров, музыкантов, ученых о своем городе на Неве, своих чувствах, личном опыте, переживаниях и прозрениях. Евгений Водолазкин, Борис Гребенщиков, Андрей Аствацатуров, Елизавета Боярская, Татьяна Москвина, Михаил Шемякин и другие бережно, с любовью и нежностью повествуют о своем Питере и об особенностях проживания в нем. Удачно, что составители Наталья Соколовская и Елена Шубина выбрали в качестве авторов разных людей. От этого город стал как бы многогранней и что ли психологически более утонченным. Здесь и императорский Санкт-Петербург, и советский Ленинград, и современный Питер. Но как трудно провести границу между ними, все рядом, все соседствует друг с другом. Разумеется, не все рассказы одинаково хороши и интересны, но все без исключения передают незабываемый образ и атмосферу Петербурга. Те, кто бывал в этом городе, обязательно узнают знакомые автобусные маршруты, дворы-колодцы, роскошные фасады и улочки. И улыбнуться, потому что большинство историй в книге трогательны и незабываем. Ощущение, как будто на минуту оказался в Питере. И так чудесно проехать вместе с Андреем Аствацатуровым в питерской маршрутке мимолетнего сада и Марсово поля. Или попытаться вместе с Татьяной Москвиной заглянуть краем глаза в окна петербуржцев и в их сны. Или узнать, какие места в детстве больше всего любила Елизавета Боярская. А ведь, правда, удивительно жить, например, в доме напротив дома Пушкина или Гоголя. Книга стильно иллюстрирована акварелями Лизы Штормит и рисунками Виктора Тихомирова. Некоторые рассказы уже печатались ранее, как, например, в торце Большой Московской Сергея Носова. Но от этого, несомненно, есть польза перечитать с удовольствием забавную историю про памятник Достоевскому. Меня больше всего тронул Александр Городницкий и его Васильевский остров, который он считает малой родиной. Если, конечно, родина может быть малой. И права Татьяны Москвина, упрекая Бродского в том, что тот обещал прийти на Васильевский остров умирать, и не пришел. Но посмотришь на Петербург, его красоту, серые волны, и поймешь, как не хочется умирать. Прости, Господи. Дорогие слушатели, нужно в Питере жить и читать. До новых встреч. Дай почитать.